Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот там кадровое окно намного надежнее Пленка по нему идет прям как влитая Но потому что там не приходилось идти на компромиссы И вот вам пример То есть с одной стороны да, пленка железно идет по кадровому окну Не дергается и куда Но с другой стороны вот Если не дай бог она чуть толще Откуда такая бывает Я только что сказал Вот 2 на 8 например С ручной резкой Причем она не вся будет толстая Она может быть где-то в середине допустим Вильнул ножик чуть-чуть И вот она чуть толще Раз И в этом месте она застрянет И никакими силами ее уже не протащишь Насколько я знаю Более дорогие аппараты Которые приходили сюда в Россию Имели такую же проблему Потому что Ну, американцы привыкли к пленкам своего рынка А там, как я уже говорил Особенности, что у них даже Супер-8 на других бобинах наматываются Они даже отличаются У нас мотают на все подряд Даже на зубочистке иногда Так что Для России надо делать немного иначе И камера, и источник света Находятся в глубине машины Мы их не видим А кадровое окно-то снаружи Каким образом-то световой поток идет А вот, смотрите Зеркало здесь И зеркало здесь Под углом 45 градусов Оно перенаправляет световой поток И здесь есть такая специальная ручка регулировки Для того, чтобы менять угол И точно настраивать попадание кадра В нужное место И я заметил одну неприятность То есть, если даже просто вот так Пальцем нажать на корпус Это приводит к изменениям Угла наклона То есть, когда машина работает Ее не надо трогать Потому что просто оперевшись на нее Можно сдвинуть кадр Это было неожиданно Но там, оказывается, что настолько тонко На одной за семь Вот на этой Изнутри расположен датчик Оптический датчик Он детектирует вращение Собственно, для чего это нужно? Я сперва думал, что для стабилизации скорости Но нет Дело в том, что эта машина Умеет останавливаться В случае застревания пленки Или обрывов Или просто по окончанию работ Она сама останавливается И этот датчик Грубо говоря, он просто считает Если движение есть То он в какое-то время включает лампу То есть, вначале лампа выключена Через какое-то время от начала движения Лампа включается Если пленка порвалась И валик перестал вращаться Машина становится сама Ну, пустяк, но приятно Потому что таким образом Можно использовать машину Чуть ли не автономно Запустил Все настроил И приходит через часок-другой За результатом готовым То есть, в этом ее главный плюс Она не требует практически никакого слежения Ну, если не считать, конечно, что мелче Что у нее нет автонастройки яркости И если у вас на пленке То яркие сцены, то темные сцены То по-хорошему нужно сидеть рядом И отслеживать момент И крутить ручку регулировки Но тогда вы сразу наткнетесь На второй недостаток у машины Она не имеет реверса Она может двигаться только вперед Несмотря на то, что на кнопке Есть положение вперед-назад Но на самом деле вперед Это действительно вперед Назад Это перемотка Перемотка быстрая Она производится вторым мотором То есть, тут два Один мотор отвечает за движение вперед Замедленное А второй находится на этой стороне То есть, тут прямой привод Мотор здесь, мотор здесь Но, опять же, надо быть с этим режимом Очень осторожным Потому что, если вы работали с какой-то другой техникой Ну, например, с тем же каким-то проектором РУС Что там просто включил вперед Она двигается вперед Включил назад Она двигается назад Скорость регулируется отдельной ручкой То есть, если надо перемотать Просто увеличиваешь скорость Ну, вроде как предсказуемо Одинаковые режимы Что туда, что сюда Если, не дай бог, сейчас Взять и повернуть Рычаг назад Ну, посмотрите, что будет Видели? Она сама развинчивается Ну, и ничего при этом не происходит Это все потому, что Для перемотки Ее нужно сперва Отцепить Вот, вот так Мало того, что отцепить Надо еще раскрутить И ослабить вот этот ролик Потому что, как выяснилось Двигатель двигается только в одну сторону И колесо не вращается в обратную Поэтому нужно его вот так ослабить Вот теперь уже Мотать Вот Пошла перемотка Ну вот В этот раз повезло Но если бы, не дай бог Я не докрутил Или она бы зацепилась Вот эта гайка И пленка по каким-то причинам Застряла здесь То мы бы увидели тот же эффект Гайка сама раскручивается На подающей вовине И спрыгивает Ну вот Это, опять же Претензия сразу К этой идее Зачем нужно было Городить огород С этими винтами С этой резьбой Почему нельзя было сделать Как в обычных кинопроекторах Почему просто нельзя Надевать вот так Защелки Ну, в общем Много вопросов Но С другой стороны Машина собиралась Не на основе каких-то Кинопроекторов Старых деталей Она полностью сконструирована С нуля Ну, может быть Так было Дешевле Потому что она все Уже Позиционируется Для массового рынка А для массового рынка Иногда Бывает Приходится Чем-то же Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...